так ну привет еще раз сейчас хочу показать уже от безделия револьвер это револьвер наган самый обычный традиционный как его называли дедушка наган ничего в нем такого диковинного нету многие его знают как как он выглядит этот пистолет стреляет он патронами калибра 7 62 зарядка происходит это я показываю на фоне белого листа принтера потому что если показать на фоне стола будет плохо видно зарядка происходит сбоку откидывается пластина и сбоку отсюда патроны по одному вкладываются в этот барабан также потом таким же образом и вытаскивается если патрон заклинил то вытаскивается его ось мне говорят что до шум бода не шум полотовое скрепление поворачивается в бок и вот этим вот экстратором вот таким вот макаром эти патроны выбиваются мне очень нравится за револьвер у него очень большая точность дело в том что когда сводится курок в конце барабан после поворота подвигается назад он она видно это единственный пистолет у которого барабан подвигается вперед перед выстрела вот так вот для чего это сделано для того чтобы гильза дольца зато гильзы гильзы патрона вошло в ствол и полностью препятствует выходу пороховых газов сбоку что дает пистолету довольно таки большую точность стрельбы я несколько раз стрелял с ним на стрельбище я скажу что мне понравилось конечно с медведь на медведя с ним наверное не пойдешь все таки он слабоват но пострелять так иногда для души вполне можно взял я к нему то даже в магазине он пачку патронов это он сделано в ссср спортивный револьверный патрон это обычные традиционные его патроны если бы я его часто стрелял я бы взял больше вот она гильзы этого патрона как патрона не гильзы это патрон пуля у него утоплена внутри и гильза заужена на конце гильза заходит ствол самым краешком немного а пуля когда идет по гильзе раздавливает край и очень плотно облегает патронник ствола что препятствует выходу пороховых газов и улучшает улучшает качество выстрела за счет этого можно с небольшим количеством пороха сделать довольно таки мощный выстрел я скажу пистолет этот довольно таки точные я с него пробовал стрелять и очень хорошая кучность у него этот пистолет не достался по случаю я натолкнулся в одном из магазинов таких скажем ну не блошина рынок а старьевщика подошел к нему спросил говорю у тебя есть наган он меня на прилавок выложил горит на но я его тут же забрал обошелся он меня тогда 140 долларов всего лишь самое интересное что этот наган конкретно этот наган вот его надпись сделан в 1895 году и вот написано раша руссия то есть этот наган был сделан по заказу русской царской армии калибр 7 62 на 30 если не ошибаюсь 30 ар какой-то я не знаю что это обозначает кто эту звездочку ударил на нем я тоже не знаю но это именно бельгийский наган не те которые делали же в последствии советском союзе а именно из той поставки чтобы что поставлялась в царскую армию а с противоположной стороны у него уже стоит штамп кто-то стукнул я не знаю для какой цели какой-то завод то ли он ремонтировался этом заводе то ли учет проходил стоит уже звезда какие-то полоски непонятные и дата 1912 по какой причине был сделан этот штамп причем этот штамп не заводской потому что видно что он мят так его убили уже на холодную то есть если вот этот штамп совершенно не не несет за собой ничего никаких искажений корпуса заводской то в этом видно он несет по так посмотреть на бликах видно что он ударен уже на холодную примет с какой целью и для чего этого сделано я не знаю я его даст купил в магазине как он есть плюс его кобура родная плюс есть чистящий комплект шомпол все что к нему шло для чистки то есть полностью весь комплект абсолютно как вот его носили по всей видимости при перевез его офицер потому что он привезен был полностью как он есть с кобурой совсем абсолютно если бы его вез какой-нибудь гражданский помещик там скажем то он бы не тащил с собой все аксессори с он бы взял с собой только сам пистолет ну вот и все что я хотел показать за эту игрушку всем пока он